Снаряжение на перевес. Поисковики и казаки идут в лес. У них важная миссия извлечь артефакт времен Великой Отечественной войны. Этот железобетонный противоосколочный пулеметный колпак лежит здесь с 1941 года, со времен битвы за Москву. Но совсем скоро он изменит свое местоположение и станет частью мемориала у 17-й школы в Одинцове. Молчаливый свидетель войны. Местные жители обнаружили его давно и передали информацию поисковикам. Не доехать, только дойти. Подъезда к пулеметному колпаку не было. Идею извлечь его оставили до лучших времен. И вот они наступили. Здесь мы находимся на историческом оборонительном рубеже. В октябре 1941 года их строили местные жители под руководством военных инженеров. И здесь точка очень удобная на самом деле. Высокий берег реки и проходит дорога. То есть этот пулеметный колпак защищал дорогу. Одни пилят сухостой, другие ловко орудуют лопатами. Здесь люди разных возрастов и профессий. Например, Алексей Староверов, педагог, любитель истории. Обязанности такие же, как и у всех. Все извлечь и доставить в школу в 17-ю. Как вы думаете, сколько копать будете по времени? Ну это к прорабу вопрос. Ну сколько надо, столько и будем, пока не выкопаем. На помощь людям приходит техника. Поисковикам и казакам помогают представители клуба внедорожников. Стема, помогай, Стема. Стема, пошел тут. Давай, 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 идем, 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 идем. Совместными усилиями цель достигнута. Пулеметный колпак извлечен. Теперь артефакт предстоит отмыть и установить на бетонное основание, чтобы 24 июня в торжественной обстановке открыть мемориал Великой Отечественной войны на территории 17-й школы в Трехгорке. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.